друзья сегодня покажем как мы расставляем матки которые на тиху вернее маточники на тихую смену расставляем в любую семью и где есть матка на первом этаже любая где мы хотим сменить или не сменить это не тролли пчелы свободно принимают эти маточники на втором этаже и так быстренько от раскрываем и смотрим что у нас тут есть эта семья от которой мы уже брали маточники вот эта семья имеет на первом этаже уже закрытые маточники тихой смены я закрыл и теперь как мы будем действовать дальше что мы будем с ними делать один маточник таким образом я отставил и выпустил уже матку которая вышла а старую матку с первого корпуса убрал с той семьи это с другой семьи сейчас подобные варианты буду показывать как это все делается я не знаю может матки уже и вышли здесь ну наша задача сейчас посмотреть сейчас я немножко их под дымлю чтобы они это самое мне голову не морочили потому что они могут и укусить ну это конечно хоть и хороший пчеловод ну никому не нравится когда его хорошенько сжигают пчелы как говорится это семья которая дает мне матки маточники тихой смены вот вот маточник тихой смены накрыты а я смотрю что тут им и матка по-видимому вышла сейчас я его посмотрю если не похоже что они и разгрызли сейчас поглядим если я не ошибаюсь а маточник уже открыты а где это матка сейчас я не вижу сейчас я гляну секундочку маточник открыты матки не вижу по-видимому в маточнике что-то про и зашло ну ничего проблем нету вот матки не вижу может она и вышла может она была не заложено ну короче нема здесь у меня ничего не произошло и так нет проблем ставим его на место вот переходим к следующему варианту что-то здесь у нас не пошел вариант рассказываю как есть и поэтому можно сделать так чтоб все было хорошо а можно сделать так как есть итак смотрим что здесь у нас какой вариант здесь произошел здесь у нас маточник накрытый еще никто не вышел и так маточник накрытый никто не вышел эту как сказать проверяем рамочку сейчас пчел можно струсить вернее сдуть смахнуть смахнуть это самое чтобы не нарушить маточник вот и подставим эту рамочку в другой в улик улик другой подставим значит одна почему-то у нас оказалось ну один маточник оказался не того качества сейчас секундочку у нас есть такая вот метелочка простенькая метелочка где пчелы ну просто не реагирует ну если кто-то сметает гусиным пером кто-то сметает травкой а я вот тоже травкой метелочкой чтобы не струсь в этих сильно вот и я вот так вот раз 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 для того чтобы не нарушить маточник понимаете и иначе мы можем иметь большую проблему эти пчелки нам пригодятся они здесь будут работать и а тех кто остался немножко мы их просто-напросто как говорится и так как видите осталось немножко их тут чуть-чуть мы и этих можем смахнуть нет проблем вот и так видите да осталось немножко хороший запечатанный маточник видно да вот мы отставляем другую семью временно поставим сюда открываем другую семью для чего другую семью таким образом мы можем сделать две матки в одной семье и на первом этаже будет матка и на втором этаже будет матка рамочка с расплодом и одну пустую рамочку выкинем тут у нас есть она пустая нам не нужно вот а эту ставим как говорится пчела будет заниматься вот здесь где медовая там она будет заниматься в таком колодце как говорится подвигаем пчела подымется на второй этаж если ее нету она везде облазит и будет содержать так сказать эту этих пчел так как там есть расплод и так вот так мы подсунули желательно поставить рамочку с расплодом потому что расплод обогревается всегда и так глянем что еще у нас там есть немножко подымем здесь конечно мы уже смотрели пустое оказалось а по каким-то причинам не знаю вот продвигаем дальше вот она маточка бегает вот она маточка то которая у нас занимается шоу на тихую смену видите вот эта маточка бегать здесь на тихую смену занимается вот она ну один маточник мы уже забрали из него вышла уже матка и в другой семье я проверил она должна облетаться подставил точно так же на второй корпус смотрю матка вышла клеточки бегает тогда я залез в первый этаж за разделительную решетку забрал старую матку вот такой расплодик здесь друзья этот расплодик до пожелает любой пчеловод чтобы у него в семье состоялся такой хороший расплодик сплошной полукругом медок поэтому стоит от этой маточки забрать как говорится то что ну как говорится забрать маточники а это маточка ну пчелы заставят ее еще заложить кто-то говорит что пчелы яйца переносят я не буду спорить но все эти самые как его маточники когда пчелы делают они заужают для чего они заужают для того чтобы когда матка ложит это говорили кашковский другие ученые которых я смотрю рассматривал на интернете когда она ложит и вставляет свое брюшко у ней сенсоры если она ложит на широкую ячейку то вот пожалуйста посмотрите какой засевчик прекрасный засевчик высший сорт как говорится но больше я не вижу здесь этих самых маточников то когда насовывает брюшко то у получается такая ситуация что если ячейка это пустая ничего тут засева нету вот это все пусто если ячейка трудного то сенсоры и и брюшко не срабатывают и получается трудного яичко некоторые говорят у маточников у мисочек когда матка закладывает у нее зауженная брюшко спица вернее зауженная ячейка специально она идет так на конус если вы замечаете чтобы матка когда ложит яичко чтобы не сработали сенсор и она положила в маточник не трудного яичко а пчелиное яичко чтобы ибо только с пчелиного яичко выходят матки а потом они расширяют этот маточник и уже зауживает когда он уже большой становится тогда не за уж а так они расширяют кормят 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 и постоянно его расширять если вы заметили маточник идет так полукругом сначала у него маленький зауженный потом они расширяет он идет больше и больше поэтому эта версия более подходит потому что она подходит под законы пчелиной семьи и так друзья если вам нравится эта работа эта работа очень серьезно длительная вот и ставьте лайки подписывайтесь это означает что мы таким образом если вас небольшая пасека вы можете постепенно отбирать от этой семьи маточники клеточкой накрывать чтобы а потом переставить эту рамочку в другую семью на второй этаж на низу вас будет бегать маточка своя сеть та которую вы хотите заменить вот то если когда вышла клеточки маточка вы смело забираете снизу маточку ту которая у вас села то есть у вас происходит так безболезненная замена матки и со второго этажа убираете разделенную решетку ставите на первый этаж маточку эту неплодную которая вышла пару три дня держите и через три дня выпускаете так как матки там уже нет и она уже освоилась в этой семье и они запросто воспринимают неплодную матку новую и плюс матка тихой смены вы знаете что матка это хорошего качества таким образом вы можете наладить производство этих маток высшего качества на своей пасеке но это конечно же обременительный труд ну кто имеет любительскую пасеку он любит постоянно смотреть осматривать семьи он может на курсе дела держать он хочет иметь хороших маток неройливых и большинство людей склоняются к такому мнению что матки тихой смены да это практически так оно и есть мало райливые практически в них по наследству передается эта информация и поэтому иметь семью которая хорошо матка кладет яйца хороший расплод это так сказать цель каждого пчеловода и чтобы семья это хорошего приносила плод мед и давала хороший расплод и это то что как говорится мечтают все пчеловоды если это у вас настраивается на пасеке и вы настроили один раз так сказать то вы имеете успех часто бывает я здесь вот моей местности приобрел маток из пяти маток оказалось две совсем никуда не гоже а три оказались ну не того качества сеют расплод сетчасты не сплошной поэтому когда вы смотрите что вы делаете от своей семьи то вы гарантированно знаете что вы сделаете то что вы хотите когда вы покупаете кота в мешку вроде бы матки хорошие крупные но качество низкое бывает и часто покупные матки пчелы заменяют потому что эти матки не совпадают по генетическим свойствам до 50 процентов я смотрел на пчеловодном форуме заменяются эти матки матками тихой смены поэтому и даже если вы купили и матки заменили то вы сильно не расстраивайтесь потому что пчелы делают лучше чем думает пчеловод ой убили к покупную матку заменили она не хорошая наоборот это то что они заменили лучшего качества и просто вы можете эту маточку которую заменили по пометить и будете знать можете другой номер поставить или еще что-то в покраску ну короче пометить что это маточка вас тихой смены и поэтому можете проконтролировать как она сеет какое качество как она берет силу семья к зиме и поэтому удачи вам старайтесь делать как лучше ну а иногда получается как всегда до встречи подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы